Спасибо большое за возможность выступить. К сожалению, я не смог очень присоединиться к вам, о чём очень сожалею. Но я пользуюсь последней возможностью перед закрытием границ, так сказать, и осваивая просторы нашей Родины. Поэтому из Иркутска к вам присоединяюсь, где тоже проходят конференции по иммунотерапии. И, конечно, все мы помним о той революции, о той Нобелевской премии, которая была вручена в 2018 году за открытие этого механизма. И, пользуясь тем, что ещё не подключился к нам Евгений Владимирович Трёвченко, сказать, что есть ряд пациентов, наверное, которых мы можем лечить практически радикально без участия хирурга. В частности, пациент у нас с тяжёлым хоблом, которому было отказано по сопутствующей патологии в резекции лёгкого, несмотря на то, что изначально он был резектабельный. Но после, так сказать, проведённого в течение года иммунотерапии мы имеем полный регресс опухоли, которая, в общем-то, достаточно была большая, распространённая, занимала промежуточный бронх с прорастанием предсердия. И, как видите, на компьютерной томографии, поэтому пациенту удалось избежать участия руки хирурга, потому что в его случае, конечно, правое лёгкое наличие сопутствующего хобла неизвестно, как бы привело бы ещё к какому результату. А в данном случае этот пациент здравствует, и будем надеяться, что ответ будет сохраняться ещё больше, чем полтора года, которые в настоящее время мы имеем. Ну, если посмотреть исторически, то у нас, конечно, иммунотерапия началась со второй линии, и на сегодняшний день мы имеем уже результаты шестилетней выживаемости при назначении Невула-Абамова. Видите, так сказать, мы имеем 15%, и мы имеем больных, которые живут уже более 9 лет. И если сравнить с историческими цифрами, то это действительно 2-3%, которые раньше были, так сказать, очень удручающимися, то 15% на сегодняшний день действительно это цифры, которые нас вдохновляют. Ну, а если взять хай-экспрессоров, которые экспрессируют высокий уровень ПДЛ-1, то эта цифра возрастает уже 5-летняя до 32%, что, в общем-то, каждый третий больной живёт 5 лет при наличии, так сказать, высокого уровня ПДЛ. Это тоже очень-очень-очень хорошая цифра. Ну вот, видите, данные 5-летней выживаемости двух крупных исследований, чьих методов 17-57, по сравнению с ДОЦ-такселом. Это уже было доложено ещё на предыдущем конгрессе рака лёгкого в 2019 году. И опять-таки мы видим 5-летнее превышение стандартной выживаемости. Мы видим улучшение во всех группах, где ПДЛ меньше единицы, где ПДЛ больше единицы, так сказать. Везде, так сказать, препарат в данном случае использовался в этих исследованиях. Неволумаб, он превышает, так сказать, стандартное лечение ДОЦ-такселом в несколько раз. И это, так сказать, помимо общей выживаемости подтверждается выживаемостью без прогрессирования, это подтверждается длительностью ответа. И, так сказать, если посмотреть подгруппы, то практически во всех подгруппах, включая плоскоклеточные, неплоскоклеточные, экспрессию ПДЛ, так сказать, возраст, во всех группах, так сказать, у нас преимущество в пользу Неволумаба. И опять-таки, так сказать, если посмотреть совокупный анализ в зависимости от уровня ПДЛ, то, конечно, так сказать, чем выше уровень ПДЛ, тем лучше расходятся кривые, тем лучше результат. Ну и самое, так сказать, наверное, благоприятное то, что те пациенты, которые у нас ответили на лечение, у них шансов, так сказать, сохранить этот ответ с каждым годом становится всё больше и больше. Как видите из этой диаграммы, 76% доживают до трёх лет, кто на два года дал ответ. Ну а если у нас пациент, так сказать, без прогрессирования находится четыре года, то 88%, что у него будет пятилетняя выживаемость. То есть, в общем-то, вот это плато, которое формируется, оно действительно очень, очень, так сказать, интересно. Может быть, оно не такое, так сказать, яркое, как при меланоме, но тем не менее тоже, так сказать, у нас плато при иммунотерапии существует. Поэтому, если, так сказать, сделать заключение вот по исследованиям Нивулумама, 17-58 исследования, то можно сказать, что действительно во всех группах мы получили преимущество. Но опять-таки, какие у нас есть маркеры? Значит, конечно, основной, хоть и не самый лучший, это маркер, это PD-L1. И во всех исследованиях, как я уже сказал, Чикмель 17-57, это и в исследовании КИНОТ, во всех исследованиях КИНОТ, и в исследовании АТЗ-Ризумаба ООК, во всех группах было показано преимущественно улучшение результатов при повышении уровня экспрессии PD-L1. Вот последние данные по КИНОТ-189. Вы видите тоже, так сказать, во всех подгруппах мы имеем преимущество, даже, так сказать, если мы применяем, так сказать, мы видим улучшение результатов по мере, так сказать, появления, так сказать, хорошей экспрессии PD-L1. Ну и, соответственно, даже при низком экспрессии PD-L1 мы, опять-таки, имеем некоторое преимущество при применении на иммунотерапии вот данные по НИВЛУМАБу. Длительность ответов в три раза выше по сравнению с стандартной химиотерапией даже у пациентов, у которых было отсутствие PD-L1. Если суммировать показания, которые на сегодняшний день у нас существуют в России, то, конечно, всё начиналось исторически со второй линией терапии, поэтому и НИВЛУМАБ, и ТЭЗОЛИНЗОМАБ оставляют, остаются стандартно второй линии терапии вне зависимости от уровня PD-L1. ПЕМБРОЛИНЗОМАБ требует всё-таки хоть минимального ноэкспрессии этого показателя. В случае, если у нас высокая экспрессия, то мы можем назначать иммунотерапию в монорежиме. Это возможно как с препаратом ПЕМБРОЛИНЗОМАБ, так и с препаратом ТЭЗОЛИНЗОМАБ. В том случае, если у нас есть неперимосивность химиотерапии, мы имеем, так сказать, экспрессию хоть минимальную, в ПЕМБРОЛИНЗОМАБ мы можем также ПЕМБРОЛИНЗОМАБ назначать в монотерапии. Ну и ряд комбинированных методов. Это сочетание химиотерапии и иммунотерапии. В зависимости от гистологии меняется набор цитостатиков, но тем не менее, так сказать, вот сочетание химио-иммунотерапии в первой линии действительно эффективно и, в общем-то, в настоящее время широко применяется. Ну, нашло свое место и препарат ДУРГОЛУМАБ. Он зарегистрирован в качестве, так сказать, иммунотерапии у пациентов, которые прошли либо последовательно, либо одновременно химио-лучевую терапию при третьем стадии рака легкого. И чем раньше он после окончания химио-лучевой терапии назначается, тем лучше результаты. На сегодняшний день опубликованы уже данные по четырехлетней выживаемости этих пациентов. И она действительно, в общем-то, достаточно высока. 36% четырехлетняя выживаемость. Напомню, что стандарт пятилетней выживаемости при химио-лучевом лечении рака легкого это где-то 10, ну, максимум 15%. Поэтому также мы имеем двукратное увеличение выживаемости при назначении иммунотерапии после химио-лучевой терапии. Ну, и самая, так сказать, последняя регистрация, которая произошла в России, это комбинированная иммунотерапия, где применяется как бы двойной, так сказать, удар иммунными препаратами. Это анти-CTЛФО, эпилемумаб и ниволумаб. И с целью для того, чтобы, так сказать, не потерять тех больных, которые, так сказать, прогрессируют очень быстро в первые три месяца, назначаются два курса химиотерапии. и вот эта, так сказать, методика, она, наверное, в ближайшее время также получит свое развитие у нас в стране, пока, так сказать, она прошла только по регистрации, ждем ее в клинических рекомендациях и КСГ. Какие у нас есть перспективы, какие перспективные направления, это, конечно, помимо комбинаций различных иммунных препаратов, также происходят и комбинации иммунной антиандиогенной терапии. Это в настоящий момент ряд показаний уже существует, а ряд показаний находятся в стадии изучения. И, конечно, так сказать, благодаря антиандиогенной терапии мы улучшаем кровоснабжение опухоли, уменьшаем гипоксические зоны, которые есть в опухоли. Таким образом, опухоль из холодной превращается в горячую, происходит более выраженная лимфоцитарная ее инфильтрация, и таким образом, так сказать, мы улучшаем эффект иммунной терапии. И мы это уже видим на комбинации четырех препаратов. Это платиновый дуплет, два препарата, бивоцузумаб и атазолизумаб, комбинация, которая была одобрена при аденокарциномии легкого, и она даже показала свою эффективность в той группе, где обычная иммунотерапия не работает, а именно пациенты с драйверными мутациями, особенно с прогрессией на IGFR. Соответственно, в группе, которые получали вот эти четыре препарата по сравнению с группой, которые получали то же самое, но вместо атазолизумаб было плацебо, было увеличение выживаемости с шести месяцев до десяти. Поэтому, конечно, вот это сочетание, оно найдет свои дальнейшие пути, как вы видите, очень много открыто различных иммунотерапевтических комбинаций, результаты которых мы ждем. Применяются различные сочетания и с мультитаргетными ингибиторами такими, как ленватиниф, с парк ингибиторами, и опять-таки различные сочетания с анти-CTLFO, это эпилюмаб, элитроамилитий, поэтому, конечно, мы ждем новых достижений, которые исследуются в клинических исследованиях, надеемся, что они усилят тот ответ, который мы получим при использовании иммунотерапии. Как выбрать первую линию, на основании каких критерий, эти вопросы как раз сейчас обсуждались и на АСКО-2020, и, соответственно, мы не так много имеем объективных предиктивных факторов. В первую очередь это тот самый эпидель, о котором я уже сказал, и второй показатель, который тоже оценивается, это так называемая нотационная нагрузка тумор мутайс шебурен, ТМБ, и, соответственно, наличие или отсутствие активированных драйверов, то есть наличие, конечно, драйверов, оно сопровоздаётся низкой мутационной нагрузкой, соответственно, с низким ответом, поэтому, конечно, в тех случаях, когда мы не знаем, есть ли у пациента активирующие мутации, то всегда лучше немножко, так сказать, с иммунотерапией подождать и убедиться в том, что, так сказать, эти драйверы отсутствуют. Если же присутствуют драйверы, то, конечно, таким пациентам в первую очередь показана таргетная терапия, и уже, так сказать, иммунотерапия в сочетании с химиотерапией, может быть, антигиогенной терапией наукоет на третью, четвёртую линию. Ну, если посмотреть обзор исследований, которые мы знаем, то можно действительно разделить всех пациентов на три группы. Первая группа — это пациенты, у которых высокий ПДЛ, один, так называемый, хай-экспрессорный, да, и мы видим, опять-таки, что наибольшие, так сказать, результаты у этих пациентов получены именно даже вне зависимости. Получали они, так сказать, несколько препаратов или один, то есть у таких пациентов, конечно, наверное, лучше всего начинать с монотерапии. Видите, данные исследования 0,24 и 0,42, где применялся пембролизумаб монотерапии, показал высокую эффективность 26 месяцев, а, как я уже только что сказал, пятилетняя выживаемость, которая только что была опубликована на ESMO, 20-20, 30-32 процента, то есть это очень хорошие цифры, и действительно мы можем достичь, применяя всего лишь один препарат, который не сопровождает с осложнениями, которые дает нам и химиотерапию. Ну и также, так сказать, неплохие результаты мы получили при применении и тезолизумаба, при применении неволумаба и пилимумаба в исследовании демиотерапии. Как вы видите, так сказать, во всех этих исследованиях при ПДЛ1 больше 50% у нас общая выживаемость составила больше 20%. И при этом мы видим достаточно низкое количество осложнений. Конечно, так сказать, в тех случаях, когда у нас сочетание с химиотерапией это количество увеличивается, поэтому именно монотерапия здесь действительно гораздо-гораздо, так сказать, эффективнее и интереснее. Следующая группа пациентов, это так называемая серая зона, можно назвать её, где у нас ПДЛ невысокий и не низкий, это от 1 до 49. Как видите, здесь также мы видим ряд исследований, которые показали достаточно высокую эффективность. И, конечно, в этой группе самые хорошие результаты были получены именно в сочетании химиотерапии и иммунотерапии. Это было показано как и с препаратами Ниволумаб, как с препаратами Пембролизумаб, так и с препаратами Атезолизумаб. То есть, в принципе, везде при достаточно низкой, относительно низкой, так сказать, токсичности мы имели очень-очень даже, так сказать, неплохие результаты при ряде клинических исследований. Ну и последняя группа это как так называемые пациенты, которые не экспрессируют PD-L1, он уровень меньше 1%. Здесь, опять-таки, тоже, несмотря на то, что вроде казалось бы иммунотерапия при PD-L1 низком не должна работать, но тем не менее мы видим эффективность ее, мы видим, что цифры, которые мы получили, они значительно превышают стандартную химиотерапию. Мы видим 17, 16, 17 месяцев. В общем-то, это достаточно хорошие показатели при относительно низкой достаточно токсичности. Мы можем сказать, что, в принципе, эти все данные позволяют нам говорить о том, что назначение иммунотерапии и химиотерапии в данной ситуации достаточно эффективно. И именно в этой группе может быть полезно назначение как раз двойной иммунотерапии. Видите, исследование 227-го Нивлумап и Епилимумап, где у нас не применялась химиотерапия, дала такую же выживаемость 17 месяцев при достаточно низкой токсичности. И, соответственно, наверное, как раз показания значению комбинированной иммунотерапии в первой линии, конечно, эта схема, так сказать, она достаточно сложна и в плане побочных действий, и в плане, так сказать, стоимости, но, тем не менее, назначение комбинированной терапии как раз наиболее показано, видимо, у пациентов, у которых низкий уровень, ПДЛ, поэтому им, так сказать, одного препарата может быть недостаточно, это может быть эффективно у пациентов, которые молодые, может быть, с таким, так сказать, хорошим экооп-статусом, желательно, может быть, с не очень большей массой опухоли, потому что именно тогда иммунотерапия в этом случае работает лучше. Ну, если суммировать, так сказать, все данные, я хочу показать еще две таблицы в заключении, где мы можем увидеть показания к иммунотерапии в зависимости от уровня ПДЛ. То есть мы можем уже просуммировать все те исследования, про которые я рассказал, и опять-таки мы можем назначать, начинать с монотерапии в случае высокого ПДЛ, это у нас отезолюзумаб, пембролюзумаб, и опять-таки мы можем использовать комбинированные режимы, когда у нас ПДЛ один умеренный или негативный. Ну и, конечно, мы ждем внедрения в широкую практику двойной схемы эпилемаб, и неголумаб, и тоже ждем, когда эта схема появится у нас в клинических рекомендациях. Ну, опять-таки, если смотреть на всю группу немелкоклечного рака легкого, то правая часть с плоскоклечным раком у нас все-таки остается достаточно, так сказать, скромной, мы можем только определять уровень ПДЛ в этой группе, в зависимости от этого уровня ПДЛ мы определяем тактику иммунотерапии, ну, а левая группа это неплоскоклечного рака легкого, здесь, конечно, более широкая палитра возможностей, конечно, в первую очередь мы должны прайверные мутации у этих пациентов это наличие GFR, ALK, ROS1, BRAV, вот 4 эти мутации, которые у нас на сегодняшний день имеют официально зарегистрированные препараты, на подходе у нас новые препараты, которые мы имеем на сегодняшний день в расширенном доступе, это такие, как НТРК, это мутация МЕД, это мутация РЕД, ну, и надеемся, что, так сказать, в успехе молекулярной онкологии расширит этот список, и мы будем иметь, так сказать, при адренокарциноме 100% охвата, на сегодняшний день мы только 70% адренокарциномы охватаем драйверными мутациями, так что у нас еще впереди есть поле для деятельности. Ну, и, конечно, то, что, так сказать, мы говорили, в зависимости от уровня ПДЛ мы определяем уже тактику, это может быть монотерапия, это может быть комбинированная терапия с химией, и это может быть комбинированная терапия двух иммунных препаратов. Поэтому, конечно, у нас возможности большие, это как раз создает определенные, может быть, диагностические трудности, поэтому, конечно, для принятия решения нужна серьезная мультидисциплинарная команда, куда входят помимо, так сказать, химиотерапевты и хирург, потому что без хирургического воздействия на пациента, без получения данных для биопсии мы не можем начать свое лечение. И, конечно, это очень важный эффект, это дает нам патоморфолог и молекулярный биолог. То есть, вот именно такая команда должна работать дружно и слаженно. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!